Всем привет! В данном видео давайте поговорим о том, в чем разница между силой, которую обрел человек, когда работал над собой, пахал, практиковал, со временем обрел ее, и той силой, которую человек получает, обращаясь за ней к кому-то. То есть, либо ему помогают какие-то сущности, существа, либо он обращается к каким-то структурам, силам, энергиям, потокам, чтобы они его наполнили силой, и он с помощью этой силы делал какие-либо дела в мире, менял реальность. В чем же разница? Вы должны понимать, что если человек работает над собой, и через это у него раскрывается сила, она может раскрыться в том случае, если человек очищает свое подсознание и внутренний мир от разного рода внедренных не его, а системой и матрицей, клише, взглядов на мир, каких-то подселов, сущностей, программ, установок. То есть, он убирает из себя то, что может им руководить, и то, из-за чего он может потерять контроль над собой в какой-то ситуации. То есть, он, по сути, когда работает над собой, он обретает свою независимость. Все равно, что он раньше был колонией матрицы, блин, крутая аналогия, все равно, что он раньше был колонией матрицы, да, а теперь поднял восстание и по чуть-чуть убирает вражеские отряды из себя, которые каким-либо образом могли влиять на него, либо разрушать. Вот он их очищает, и по мере очищения он берет под контроль, условно, так скажем, свои города, а города – это источники энергии. И когда он взял под контроль 10 своих городов, то у него энергии, ну, словно, каждый город, там, уделяет какую-то энергию, которая скатывается в столицу, да, там, в столице есть человек. И вот у него и появляется эта сила. То есть, он взял под контроль, убрал это войско, которое контролировало его город, теперь он может энергией распоряжаться. Она его. Вот. А кто? А тот, кто пользуется заемной силой, что он делает? Ну, во-первых, он также подконтролен матрицей, он также является его колонией, он также подконтролен в плане своих действий, но при этом ему дается сила. Ему дается сила в обмен на что-то. Это никогда не бывает в одну калитку. Так вот. И возьмем два человека, да, вот. Тот, кто через духовность получил эту силу, и тот, кто получил ее взаем. Что нужно матрице и системе сансари? То, чтобы человек как можно дольше оставался в ней, жил, погряз. Это ее задача, это ее путь, и она ее выполняет. Вот. И если она дает силу человеку, то в один определенный момент она может, так как человек является подконтрольной матрицей, она может так подергать за ниточки, что человек совершит необдуманные поступки, к примеру, в сердцах может кого-то проклясть, обладая заемной силой, да, либо может начать менять погоду налево и направо, потому что он возомнит, что он бог, и у него не проработана гордыня, либо просто о ком-то плохо подумает, обладая силой. И таким образом он завяжет еще один кармический узел, либо множество их с окружающими людьми, и таким образом он обрекет себя еще на новое воплощение, на новые витки негативной кармы, и он еще больше погрузится в матрицу, в сансару. Тот человек, который получил силу работы над собой, вернее, вернул свое, у него ум подконтролен, матрица на него такого влияния и воздействия уже не имеет. Он отдает себе отчет, о ком, как думать, что делать, нужно ли влиять на погоду, у него нет эго, нет мысли, что, блин, да я бог, сейчас тут все вообще размочу, да? Ну, я имею в виду бог, как сказать, тот, кто все создал. Вот, он подконтролен в себе, у него есть сила, но ему особо и не нужно ее сильно куда-то расплескивать, он ее применяет с холодным умом, в равновесии и в здравом рассудке. И вот такой вот человек, не подконтролен в системе, его сложнее и сложнее затянуть в матрицу, он спокойно проходит все испытания, и при этом, где нужно, осознанно, он может, грубо говоря, дать кому-то подзатыльник. Не в сердцах, не из гордыни, не из эго, не из тогда, когда ему начала матрица что-то нашептывать в ухо. Вы понимаете, да, разницу? И он лишний кармический узел не завяжет, он пять раз подумает, прежде чем сделать, тогда как человек, который обладает силой, но является подконтрольной матрицей, он делает вот, на эмоциях, на эмоциях, на эмоциях, на эмоциях. Эмоция — это утеря контроля, эмоция — это утеря контроля, в этом разница. Поэтому я всегда говорил, что заемная сила — это, на мой взгляд, путь, ну не деградации, а путь еще большего погружения в матрицу. В другой момент, когда у человека хватает осознанности, у него очень высокий уровень взаимодействия с самим собой, он очень мощно взял себя под контроль, когда он понимает полную картину, он может вступить в взаимодействие с кем бы то ни было. Даже с теми же сущами, с какими-то существами разного плана, но тогда, когда он видит полную картину. Но сейчас таких людей, на мой взгляд, единицы. Поэтому те, кто используют заемную силу, их как бы таращит и прет, какие-то эгрегоры и структуры используют, чтобы менять реальность, подумайте, на самом деле у вас просто куча потенциала. Но вы, в кавычках, как колония у матрицы, и ваши города, либо месторождения энергии разного плана, которые могут вас питать и сделать вас сильными, мощными и крепкими, они захвачены чужеродным войском в виде матрицы, а войска это какие-то сущие, эгрегоры и прочие. Если вы их очистите, уберете, вернете под контроль, то энергия у вас будет просто вагон. Потому что человек — это бесконечная энергия, бесконечная. На этом я буду заканчивать видео. Это видео, как размышления для вас. Работайте над собой, это мое вам пожелание. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всего вам доброго. А на Земле быть добру. Субтитры сделал DimaTorzok